Словами не передать, как же я обожаю снимать видео про корпусы со стеклянными стенками. А все потому, что после каждого взаимодействия с таким корпусом приходится вытирать многочисленные отпечатки пальцев на поверхности. И все равно какой-нибудь обязательно останется. А сегодня у меня настоящий праздник, потому что у нас на разборе корпус не с одной, не с двумя, аж с тремя стеклянными панелями Cougar Dark Blader G или по-нашему темномечник. Может быть это какая-то отсылка к фильму с Уэсли Снайпсом? Не знаю, оставляйте свои варианты трактовки в комментариях. А мы начинаем обзор, это XBT.com, на связи с Бурховецкой, поехали! Наш темномечник это Full Tower с весьма интересным дизайном. Мало того, что обе боковые панели сделаны из тонированного стекла, у него и лицевая панель выглядит весьма оригинально. Здесь и стекло, и металло, и угловато-агрессивный дизайн действительно наводят на мысли о мечах. Ну или о чем-то таком. Стиль корпусу придает и зона LED-подсветки, разрезающая фасад на две части. Еще одна особенность Dark Blader в том, что все разъемы и элементы управления вынесены на левую боковую панель. Из-за этого могут возникнуть проблемы с размещением компьютера слева от пользователя. А если ставить его справа под столом, то и вовсе можно случайно повредить разъемы. Впрочем, брать настолько прозрачный корпус, чтобы его спрятать, изначально довольно странная идея. Но надо сказать, что и не на всякий стол подобный корпус влезет. Помимо того, что он большой, 52 сантиметра в высоту, 52 в длину и 23 в ширину, он еще и тяжелый. Весит корпус почти 14,5 килограмм. Основные детали шасси выполнены из металла толщиной 1,1 миллиметра. Такое в корпусостроении встречается редко, ну и, наверное, подобное исполнение придает конструкции надежности. Сверху корпус закрыт металлической панелью с вентиляционными отверстиями. Чтобы ее снять, нужно открутить пару винтов с накатной головкой. Под панелью есть пылевой фильтр на магнитах, и вам в любом случае придется ее снимать, возможно, даже часто. Потому что если верхнюю панель не снять, то открыть корпус не получится, она удерживает обе стеклянные боковины. Они, кстати, не вставляются в пазы нижней кромкой, а крепятся непосредственно к шасси при помощи металлических крючков. Наверное, поэтому потребовалось сделать шасси из настолько толстого металла. Все это создает массу неудобств, и, надо сказать, я не один дубль запорол, пока пытался этот корпус открыть. Ну и в довесок снять стеклянные панели не из ляпов стекло вообще не представляется возможным. При всем при этом нельзя сказать, что корпус плох. Здесь полно места, чтобы собрать всякие красивости. В корпус влезают материнские платы типа размера до ЕАТХ, есть площадка для помпы или резервуара системы водяного охлаждения, можно устанавливать радиатор длиной до 360 мм и на верхнюю, и на лицевую панель. Правда, одновременно радиаторы на 360 мм и вперед и вверх поставить не получится. Есть место для трех 140 мм вентиляторов на передней панели и для двух на верхней, или можно поставить по три 120 мм и туда и туда. Встроенных вентиляторов в нашем тестовом экземпляре нет, хотя производитель уверяет, что в магазинной комплектации будет, правда, только один. На днище шасси тоже множество вентиляционных отверстий и быстросъемный полевой фильтр. То есть с вентиляцией у корпуса все в порядке, но на лицевой панели полевого фильтра нет. Возможно, это связано с тем, что она не снимается. Ну, то есть как, снимается, конечно, путем откручивания многочисленных винтов, но вряд ли кто-то захочет делать такое пару раз в месяц, чтобы этот фильтр чистить. Так как правая стенка прозрачная, то все спагетти-проводов, которые в не настолько прозрачных корпусах скрывает сплошная панель, будут видны. Так что, если захочется красоты, придется потрудиться. А скрыть самую жуть поможет своеобразный короб на задней стенке шасси. Его крышка открывается и закрывается с помощью двух пластиковых защелок. За ним скрывается контроллер. Встроенный LED-подсветки корпуса к нему можно подключить до шести светящихся вентиляторов и еще одну светодиодную ленту. Контроллер имеет 13 режимов работы с разнообразными световыми эффектами и управляется кнопкой на корпусе, а еще он может подсветку выключить. Корзина для установки дисков тоже из толстого металла. При желании ее можно легко вытащить. В ней два отсека с салазками под накопители форм-фактора 3,5 и 2,5 дюйма. Еще два быстросъемных контейнера для дисков находятся на задней стенке шасси. И это весьма скромно для такого большого корпуса. В итоге, вроде корпус большой, красивый и с подсветкой, но оставить его удобно только с правой стороны от себя. А что красиво можно увидеть через правую стеклянную панель, я не могу представить. Вентиляция хорошая, но спереди нет полевого фильтра. Много места, но, видимо, только не для дисковых накопителей. Стоит этот корпус около 10 тысяч рублей. И для корпусов формата Full Tower с двумя стеклянными боковыми панелями сейчас это средняя цена. А учитывая оригинальность дизайна, все-таки корпуса с таким количеством стекла на рынке пока не часто встречаются. Очень может быть, что он найдет свою аудиторию. А это был XBT.com. На связи был Бурховецкий. Всем пока и до встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok